Вам нужно запустить Android Studio. Я ее запустил. Перед вами выйдет вот такая первая стартовая панель. Здесь вы можете создать новый проект, кликнув сюда, либо открыть существующий, либо слева у вас отображаются все ваши проекты, которые вы открывали, с которыми вы работали в последнее время. Также можно импортировать, но это все не особо актуально. Мы давайте создадим новый проект. Кликаем Start New Android Studio Project и запускается вот такая панель. Тут можно выбрать шаблон мобильного приложения, но в 95% случаях вы будете использовать пустой шаблон, то есть MT Activity выбираете и кликаете Next. Здесь вам нужно задать название вашему приложению. Например, я сделаю название Store, то есть как бы магазин. Далее вот здесь нужно нам определить, где будет располагаться мобильное приложение в файлах на вашем компьютере. Вы кликайте по папочке. Смотрите, сейчас такой нюанс. Он у вас по умолчанию предложил вам это место, куда он предлагает положить ваше мобильное приложение. Если вас все устраивает, то вам не нужно кликать по папке. Если вас не устраивает, и вы хотите изменить место положения, вам нужно здесь, допустим, я буду на диске C класть, и хочу создать, если я просто положу на диск C, вот так вот, в открытую, да, и не создам под папку, то он не сформирует эти файлы в одну папку, а раскидает по диску C, и потом это все будет, ну, это будет не очень хорошо, потому что придется вручную собирать, и вы можете какой-то файл не захватить, и в итоге у вас приложение будет некорректно работать. Поэтому для перестраховки вы в папку, куда хотите положить мобильное приложение, создаете под папку с таким же, лучше с таким же названием, то есть Store, да, окей, у нас здесь вот она, папка Store, становитесь на эту папку Store, и уже в нее можете положить, просто кликаем ОК, далее вот этот Package Name, это как бы ваш домен, да, но в принципе вы можете, в 95% в случаях вы его не будете трогать, но если вы уже знаете, какой у вас будет, допустим, сайт, на котором вы будете рекламировать ваше приложение, то можете ввести здесь это название, ну, лучше здесь ничего не вводить. Далее вот здесь мы должны выбрать, на каком языке будем писать, у вас, скорее всего, если вы, скорее всего, у вас будет Java, ну, вы выберете здесь Kotlin, в общем-то, и вот здесь нужно выбрать минимальную SDK-систему, то есть версию Android, на котором будет точно работать ваше приложение, само, и внизу видите охват смартфонов на текущий момент, сколько смартфонов есть в активном пользовании, ну, пользователь, да, сколько смартфонов в текущий момент поддерживают, допустим, в данной версии, в данном случае это версия Android 5.0, ну, тут можете любую выбрать, допустим, последнюю, вот у меня десятка, допустим, у меня стоит, на смартфоне всего лишь 8% поддерживают десятую версию, да, ну, поэтому, смотрите, а если мы пятерку выберем, это максимальный охват, 94% пользователей, у 94% пользователей установлена эта версия Android, поэтому мы ее оставляем и кликаем финиш, у нас начинается сборка нашего приложения, мы должны дождаться полноценной сборки, видите, внизу следите за полосой статуса, сейчас начинает работать строитель нашего мобильного приложения, вот это окошко можно закрыть. Итак, у нас наш проект собрался, давайте я вам расскажу, как тут все устроено. По факту у нас вначале имеются две папки App и Gradle. Начинаем с папки App. В папке App находятся все файлы вашего мобильного приложения, именно те, что связаны с написанием приложения, построением его структуры и дизайна, и все-все-все-все в этом духе. Открываем, кликая по этой папке два раза, тут есть под папки, смотрите, манифест, открываем, по факту это файл, это, ну, он определяет всякие главные такие технические данные вашего мобильного приложения. Именно здесь мы будем устанавливать параметры связи приложения, подключения к интернету, вставлять новые характеристики, позволят запускать определенный функционал на 10-й версии андроида. Но об этом всем позже. Это вот такие вот настройки вашего мобильного приложения. Давайте закроем этот файл. Далее у нас есть две папки Java и Res. Res это файлы вашего сайта, которые связаны, так скажем, с версткой, ну или с дизайном. Открываем Res. Здесь под папки DriveWable, это, в общем, папка, где будут содержаться все различные изображения, которые используются в вашем приложении. Если, конечно, вы их не загружаете извне, например, из интернета или из сервера, то есть базы данных, которая расположена на вашем хостинге. Папка Layout это шаблоны. Тут есть папка, есть файл Activity Main, то есть это внешний вид вашего определенного экрана. То есть, если кто занимался, например, разработкой сайтов, тот знает, что такое верстка на языках HTML и CSS и что такое функционал, допустим, на языке PHP и JavaScript. Тут все то же самое. У вас верстка вашего экрана мобильного приложения создается на языке XML и вот хранится вот в этой папке Layout и на эти файлы имеют расширение x.xml, но к этому мы еще вернемся. Просто вы запомните, что в папке Layout содержатся, по факту, шаблоны ваших экранов. Давайте закроем. Ну вот MipMap, папка, это как бы здесь содержится иконка вашего мобильного приложения. То есть, например, у вас, все знают, да, у вас на экране смартфона, главном экране, кучу различных мобильных приложений и эти мобильные приложения символизируют определенную иконку. Вы кликайте по этой, вернее, вы делаете тап по этой иконке и у вас запускается мобильное приложение. Так вот, эта иконка, она содержится вот в этой папке MipMap в различных разрешениях, но об этом мы будем говорить в самом конце. И Values, папка. Здесь содержатся три основных главных файла. Ну, их три по умолчанию. Можем добавлять сюда еще файлы. Значит, Color – это цвета, которые используются в вашем мобильном приложении. Вот эти цвета ни в коем случае нельзя удалять. Они по умолчанию. То есть, Color Primary, Color Primary Dark и Color Accent. То есть, это три цвета, которые должны быть у любого мобильного приложения. Но вы эти цвета можете менять путем вставки сюда другой маркировки вашего цвета. Где взять эту маркировку, другую маркировку цветов, я вам дам далее, когда мы будем проходить соответствующую тему. Ну, просто знайте, что сами вот эти стройки Color нельзя удалять, но мы можем их добавлять новыми цветами. Далее у нас еще есть Style. Это стили оформления вашего мобильного приложения. Да, тут по умолчанию определенный стиль создан. Также его не удаляйте, но мы потом будем его менять, когда будем применять концепцию материального дизайна. Также можно создавать свои стили. Например, у вас у каждой кнопки будет, допустим, красный цвет, белая рамка или что-то еще. Ну, какие-то дизайнерские штуки. Для того, чтобы постоянно не повторять эти параметры у каждого виджета кнопки, вы можете здесь сформировать свой стиль. Вот внутри этого стиля задать цвет кнопки, допустим, какой-то шрифт, ну, какие-то дизайнерские штуки, да, задать дизайнерские параметры. И потом в каждом виджете этих кнопок не повторять эти параметры, а просто подсоединять определенный стиль. Но об этом также мы будем говорить позже. Далее есть еще у вас файл String. Это строки. Кстати говоря, первую строку вы ни в коем случае не удаляйте, что это шаблон, но она отображает название вашего мобильного приложения. Здесь содержится весь текст, который будет у вас в мобильном приложении. О преимуществах этого подхода я также буду рассказывать. Ну, вкратце, например, смотрите, у вас есть текст, где будет отображаться, допустим, название вашей компании, да, и у вас, допустим, сотни этих экранов. И для того, чтобы поменять название вашей компании на другое название, если вы просто напрямую подсоединяете текст прямо в виджете, то вам нужно пройтись по сотне этим окнам, так называемых activity, по сотне экранов вашего приложения, и в каждом экране поменять название вашей компании. А если вы, допустим, ведете здесь строку с названием вашей компании, и подсоедините эту строку на каждом экране, да, на каждом экране мобильного приложения, то тогда при изменении названия вашей компании вам нужно просто поменять название вашей компании вот здесь в файле string, и она автоматически потянется во все остальные виджеты, во все остальные сотни экранов вашего мобильного приложения. То есть это упрощает работу с текстом. То есть вы один раз поизменили какой-то текст в файле string, то есть в ресурсах. Это все называется ресурсами вашего мобильного приложения. Один раз поменяли в ресурсе string определенную строчку, и она также автоматически изменилась в вашем мобильном приложении абсолютно везде, где вы только ее используете. Также по мере создания мобильного приложения вы в value будете подсоединять, создавать определенные файлы со шрифтами. В папке drawable, допустим, вы будете создавать, если вы захотите какой-то свой фон, допустим, фон в виде круглой кнопки какой-то, создать в виде овала. Вы здесь будете рисовать, в папке drawable создавать определенный файл и будете создавать определенные графические фигуры, но также об этом мы будем говорить позже. Сегодня задача лишь познакомить вас со структурой проекта. Ну так, с папкой ресурсы все более-менее понятно, давайте переходим в папку java. В папке java у вас будет три подпапки, test, android test, но эти две папки вы пока не трогайте, нам нужна вот эта папка, которая без приписки. Два раза кликаем по ней и отображается main activity. Вот это main activity, в общем, как все устроено. В папке java содержатся файлы, в которых вы будете описывать функционал вашего мобильного приложения. Ну, как это выглядит, я вам расскажу. Смотрите, ваше приложение разбито на окна, ну, грубо говоря, на окна, есть и другая реализация, о которой мы будем также разговаривать, о котором я вам также расскажу в этом блоке. Ну, по умолчанию ваше приложение разбито на экраны. Экраны, ну, по умолчанию называются activity. Activity делится на две части. Это XML шаблон, с которым мы познакомились более ранее, с которым мы описываем внешний вид конкретного нашего экрана. То есть в этом XML шаблоне то, как должен быть виден ваш экран вашему пользователю. То есть здесь мы создаем виджеты, кнопка, текст, различные переключатели и все, что только нужно, но это просто внешний вид. Он не несет никакой функциональности. Для того, чтобы придать функциональности, мы переходим во вторую часть нашего activity, во вторую его составляющую, глаз. В данном случае это main activity. Main activity это глаз, который должен быть у каждого мобильного приложения. Это первоначальный экран вашего мобильного приложения. И вот эта часть, в которой мы должны описать весь функционал, он представлен в виде класса. По классам мы будем говорить позже. У вас будет специальный фильм, объектно-ориентированное программирование, в котором вы сможете все это посмотреть. Итак, все, что вам нужно сейчас запомнить, то что мобильное приложение представлено в виде экранов. Экраны по большей части, ну, в стартовом варианте выступают в виде activity. Activity состоит из двух частей, из XML-шаблона и из Java-класса. В XML-шаблоне мы создаем внешний вид нашего экрана, но который не несет никакую функциональность. А в Java-классе мы создаем эту функциональность. Например, у вас есть кнопка и текст. При клике по кнопке в текстовое поле должна записываться какая-то информация. Мы в XML-шаблоне создаем виджет-баттон и виджет-текстовый виджет, то есть виджет-текст-ю. Да, ну даже если мы просто сделаем XML-разметку и запустим наше мобильное приложение, то ничего не произойдет. Для того, чтобы что-то произошло, нам нужно описать функционал в этом классе. Здесь мы привязываемся к кнопке, привязываемся к текстовому полю и используем метод setOnClickListener, но об этом мы будем говорить позже, который позволяет обрабатывать события при клике по кнопке. Внутри этого метода мы должны описать, что конкретно должно записаться в данное текстовое поле. Вот так вот работает. То есть Activity состоит из двух частей. Это сейчас все, что вам нужно знать. Позже мы будем говорить в этом блоке об этом более подробнее. И вот так вот выглядит вот эта папка App, в которой содержатся основные файлы вашего мобильного приложения. Но есть же у нас строитель Gradle. Gradle это строитель, который строит ваше мобильное приложение. Как только мы создали новый проект, у нас запустился Build Gradle, вы внизу видели. Так вот, это сборщик вашего мобильного приложения. Но тут есть два замечательных файла, которыми вы будете пользоваться постоянно. Вот этим будете в 80% случаях пользоваться. Это Build Gradle модуль App. Этот файл необходим для того, чтобы подсоединять сторонние библиотеки к вашему мобильному приложению. Такие библиотеки, как Retrofit, Dagger, их много у этих библиотек. И мы будем подключать их вот здесь в Dependency, то есть в зависимости. Здесь мы будем менять с вами минимальную SDK-версию. Запомните, что этот файл нужен для того, чтобы подсоединять новые зависимости, новые библиотеки к вашему мобильному приложению, для того, чтобы расширить его функционал. И также есть вот еще такой файл. Ну, на моей памяти я сюда только подсоединял Android Architecture Component, который мы также разберем в этом блоке, который позволит правильно создать инфраструктуру навигации вашего мобильного приложения. Об этом также все позже. Ну и к слову сказать, когда вы будете подсоединять какой-то новой библиотеки, у вас будут здесь выводиться кнопка синхронизация. Вы должны будете кликнуть по ссылке синхронизация, и у вас запустится процесс автоматического подключения сторонней библиотеки к вашему мобильному приложению. То есть это строитель, задача которого, во-первых, подсоединять сторонние библиотеки, во-вторых, собирать ваше мобильное приложение. То есть для завершения данного урока я вам покажу, где найти файлы вашего мобильного приложения. Давайте обратим внимание на эту внизу, в начале строчку, да. Диск C, папка Store. Ну, у вас будет другой какой-то адрес, да, допустим, местоположение. Я открываю эти файлы вашего компьютера. Диск C. Вот папочка Store. И вот тут видите, те же файлы, что и здесь были, да. Мы заходим в Web. SRC. Main. Res. Ресурсы. И, допустим, другой был, наша папка с нашими изображениями. И для того, чтобы, как вы хотите, какие-то изображения загрузить в ваше мобильное приложение, просто их с компьютера нужно перенести сюда, и больше ничего не делать, и они отобразятся вот здесь. Ну, это так же вы здесь можете. Ну, это, в принципе, единственный случай, когда вы будете лазить сюда в файлы этого проекта, да. Ну, то есть, лояуты есть, здесь есть тоже Java файлы, можно посмотреть. Ну, в общем, тут все очень довольно-таки просто. Ну, а на следующем уроке мы с вами будем уже знакомиться с Activity, узнаем, что такое фрагменты, и как они могут взаимодействовать, как передавать информацию из одного в другое, и как вообще правильно использовать эти фрагменты, и какая существует огромная проблема с этими фрагментами и перенаполнением Activity. Если вам что-то непонятно на данном этапе, то внизу у вас на этой страничке есть область с комментариями, пишите все комментарии, они будут разбираться все на вебинаре. Если все понятно, так и пишите, все понятно. Это очень важно для обратной связи, потому что программа, эта обучающая программа, она основана на личном построении обучения с каждым участником по отдельности, то есть личное обучение, она основана на качестве и направлено на то, чтобы подготовить качественных специалистов, а не для того, чтобы лишь бы как вам предоставить обучающую информацию. Поэтому очень важно, чтобы от вас была обратная связь, пишите в комментариях.